Не надо этого делать. Оно того не стоит. Меня зовут Наташа, я наркоманка, нахожусь в реабилитационном центре. Я обратилась за помощью к своей маме, и меня направили сюда. Нашла, видимо, в интернете, я не знаю, честно, как это произошло, поскольку я была не очень вменяема на тот момент. Мне 33 года, я употребляю, ну вообще начала употреблять с 9 лет, потом были ремиссии, алкоголь употребляла очень долгое время, кодировалась, но не помогало это как бы. То есть были перерывы там год, полтора, но снова возвращалась к употреблению. Ну, я училась в школе, у меня мама часто работала, допоздна. То есть, ну, квартира все время свободна была, а у меня не было друзей. И одноклассники воспользовались тем, что у меня всегда свободно дома, можно посидеть. Ну, и начали просто приходить в гости, да. Ну, вот они этим воспользовались, то, что я не общительная, собственно, но всегда зато готова принять, готова пойти на контакт. И, ну, научили клей нюхать, вообще. У меня с детства такой замкнутый ребенок, и мама одна меня растила. Собственно, ее никогда особо не было в детстве. И, ну, я просто не умела общаться, наверное, не умела входить в диалог. Ну, сейчас, конечно, значительно проще. Есть уже и понимание, что со мной происходит, чего я боюсь, да, что меня останавливает. Ну, в пакет вот наливают, то есть там завязывают узелочком, наливают клей, ко рту подносят, дышат. Собственно, там появляются галлюцинации. Ну, просто какие-то мультфильмы, уход в себя, то есть уход вообще от реальности полный. Мне, в принципе, не устраивало то, что происходило вокруг меня, и я всячески хотела от этого уйти. Сначала вот эти слюна начала очень сильно выделяться. Сухость во рту резко появилась, то есть как будто я уснула, создалось впечатление такое. Там первые галлюцинации я очень отчетливо помню, я вот так голову откинула, и в стене как будто портал появился с какими-то существами непонятными, дружелюбными. Свет увидела, и как будто я на него полетела просто. И вот это ощущение я запомнила для себя, но мне было самым комфортным, наверное, в тот момент. И мне захотелось просто оттуда не возвращаться. Я это очень долго делала, и уже там где-то в старших классах я перешла на алкоголь. Ну, у меня все сопровождалось, в принципе, там, но больше уже перешла на алкоголь. В какой-то момент клей у меня вообще отпал просто как необходимость. То ли что-то стало налаживаться, вот я сейчас сложно вспомнить это. Мама приходила очень поздно, и когда она приходила, я проветривала квартиру. То есть я уже к тому времени, у меня заканчивался и клей сам, и... Я просто спала. Ну, я либо делала вид, что спала, и она настолько была уставшая, что, в принципе, не задавала вопросов. Да и я думаю, что ей даже в голову не приходило, что клей можно нюхать, собственно, так же, как и мне в какой-то момент. Да, алкоголь, как бы, с той же там клеевой компанией, только уже более старшие ребята, я связалась там со дворовыми. И, в принципе, у меня алкоголь, сам запах вызывал отвращение, и вид вот этих вот пьяных людей на улице. Ну, так выпила за компанию раз, там вот эти вертолеты еще раньше, там были всякие коктейли такие. Вот, и мне не понравился вот ни вкус, как бы ни запах, я морщилась, но вот меня просто все подбадривали, говорили, пей, да тебе сейчас легче станет. А потом действительно стало легче и общаться, и просто как-то все настроение поменялось, расслабилось. Ну, в основном это все в компаниях было, то есть потребностей самой как такового потребления не было. Это было, наверное, потребность в общении, которое я вот этим компенсировала себе. Что мне казалось, что они меня не поймут, какие-то страхи были непонятные. И даже находясь в компаниях, все равно употребляла, чтобы от них избавиться, просто от этих страхов. Меня мама отправила к тете. Она не могла уже за мной следить, справляться со мной. И там я попробовала уже в другом городе, попробовала героин. Внутривенно. Сразу? Да. Также в компании там ребята и алкоголь употребляли, и клей нюхали. И это сколько лет тебе было? Ну, лет 11 примерно. Да просто в компании сидели. Ну, со школы там девочки со двора были и предложили. Ну да, я с ребятами со школы знакомлюсь. То есть, естественно, там контингенты не из благополучных семей, как было до этого в той школе, а больше такие вот семьи алкоголиков. И, естественно, там все вообще употребляли. То есть, кто-то траву курил, кто-то что-то. А сколько возраст? Ну, до 11. 11-летние дети? Ну да, 11 там и до 16 где-то. В компании вот в этой? Да, да, да. Дети с героином? Да. У кого-то брали у брата, там кто-то через кого-то. То есть, старшаки привозили, а нам раздавали, мы воровали потом для них какие-нибудь вещи из дома. Воровали деньги, то есть. На тот момент мне было и самой интересно попробовать, как бы, и не было понимания, да, о том, что вообще это наркотики могут сделать человеком. То есть, было просто такое, да и пофиг, да и пошли все. Все были обиды на мать, на школу, на то, что меня отправили. И, в принципе, я употребляла вообще все, что просто помогало мне забыться как-то, отойти от того, что происходило внутри. Поэтому, ну, я считаю, что я осознанно, в принципе, взяла эти наркотики. Со школы там вместе сбежим, там сначала двое-трое соберемся, и так вот толпа уже под вечер. Все собирались в одном месте, там, садика нас гоняли постоянно, мы там стекла били им за то, что гоняли. Мне просто, ну, стало вот как-то свободно в теле. Я, в принципе, не понимала, зачем это колют, если там никаких галлюцинаций нет. Мне надо было вот вообще уход из реальности. Энергии у меня своей было предостаточно какой-то, ну, и физически я себя достаточно хорошо чувствовала, чтобы расслаблять тело просто. И, ну, мне не понравилось, как бы. И я продолжила алкоголь употреблять, собственно, ну, еще немножко там временами клей нюхала. Потом, вот я не знаю, как, что там произошло у меня, брат вернулся с армии, там было насилие с его стороны, у него была испорчена психика. Тетка работала ночами, дядя ее муж уезжал в Москву в командировке. То есть мы с братом вдвоем оставались, он меня напаивал, и было определенное насилие в мою сторону. Ну, сексуальное. Я не помню, честно, как я к этому относилась, потому что он был для всех героем, и я замалчивала вот эти моменты. Я каждый раз там, когда маме звонила, я плакала, говорю, забери меня, мне здесь плохо. Брат. Брат? Да. Двоюродный. Это вот эти тетки как раз? Да, сын. А ему сколько лет? Ну, вот он с армии вернулся тогда, сколько ему было. Сколько лет было? Да, где-то так. То есть он вышел герой, там прошел всю Чеченскую войну, и объяснить людям, что вот этот вот герой там делал, было достаточно сложно. Да и... Сколько тебе было? Вот 11 лет мне вот так правильно. А, все время было? Да, это все тот период времени. И я стала воровать там у дяди деньги, когда он приезжал из командировки, он напивался там, лежал в ванной постоянно. Дверь была открыта, и я помню, когда вот я стою, просто мимо этой двери прохожу, ему вода в рот затекает. И я просто стою и думаю, когда же ты, блин, сдохнешь, когда же ты захлебнешься ты просто в рот. И вот эти вот моменты, они у меня до сих пор в памяти. И я у него воровала остатки там его водку, то есть которую он не допивал, то есть пила сама. Ну, они бухали всей семьей, то есть у меня было к ним отвращение вообще к самому их образу жизни. Хотя я сама вела такой же как бы, но мне казалось, что я такая, потому что они такие. Такое вот, наверное, искаженное восприятие было. И я все время ждала, что он захлебнется, когда он мылся и засыпал. Я их ненавидела за то, что у меня не было какой-то поддержки, которую я хотела получить. И мне там вообще было тяжело. Сложно рассказывать. В общем, я стала воровать у них, чтобы они просто от меня избавились. Потому что им стало тоже не хватать на алкоголь. Ну, она знала, что они выпивают, но особо как бы этому значение не придавала. Она считала, что там полноценная полная семья, где я буду видеть пример семьи. У меня на маму, на самом деле, есть вот детские обиды, но я понимаю, что она по-другому-то не могла поступить. Ну, потому что она не справлялась, она вынуждена была сводить концы с концами. Мне нужно было учить, мне нужно было одевать, тянуть на себе кварплаты. И тогда вот это вот время было такое, что нет работы. И она выбрала вот физическую работу, тяжелую на стройке, чтобы хотя бы просто прокормить. Она отправляла им деньги на содержание, они их пропивали там большую часть. А она тебя спрашивала, как вы там... Ну, да, они как бы ко мне достаточно неплохо относились. Они мне там как-то что-то рассказывали, но уже там, я считаю, что все равно не могли заменить мне родителей. Я видела, что они пьют, я как бы не считала их плохими, но и хорошими тоже не считала. Это для меня чужие люди. И я не говорила никому. Ну, я говорила просто заберите меня. А что именно, почему, по какой причине я ее умалчивала. И до сих пор я об этом, в принципе, предпочитаю не распространяться. Ну, потому что вообще, если бы я рассказала что-то, никто бы не поверил. Поскольку я такой испорченный подросток, а он герой, и для всех он был героем, я не рассказывала этому кому. Я один раз по пьяни уже там во взрослом возрасте рассказала матери, ну, по телефону уже, находясь тоже в другом городе. Я ее во всем обвинила, но она не поверила. И я предпочитаю просто, чтобы осталось так, как бы не хочу вспоминать вообще, честно говоря, это. Да, это такой был самый сложный. И вот меня перевели в другую школу, в Ярославль, когда вернулась. В ту меня не стали брать, из которой я ушла. Ну, собственно, из-за поведения и вообще там по многим причинам. Та школа была меньше, и в основном вот армяне и езиды, в классе было мало русских. И район был неблагополучный, там вот эти деревянные дома, семьи алкоголиков опять же. И я связалась там с девочкой, с одноклассницей, с Иркой. Ее отец варил винт, он сидевший неоднократно. А Ирка также клей нюхала, мы с ней нюхали вместе. И она как-то предложила, говорит, пойдем там ко мне, я переоденусь. Мы к ней пришли, а там отец кололся ее. Ну, то есть он варил у него, скороварка стояла, то есть все вот это. Я увидела, что у них дома как бы порядок, несмотря на то, что он наркоман. И он достаточно интеллигентного такого вида был. Ну, в общем, мне стало интересно, как это все вообще варится, происходит. Я попросила его научить меня это делать. Я ему помогать начала. Ну, тут уже одиннадцать, там двенадцать где-то так. И, естественно, там он и укол сделал. Потом я начала ему на банке денег давать, воровала там мамы. Лето мама давала на карманные расходы. Мама начала видеть то, что я перестала клей нюхать. И то, что я пить перестала. То, что я там вроде как делом занялась. А на самом деле я уже винтом кололась. Просто на этого не замечала. Ну, я от него быстро отходила. И было вряд ли заметно там прям сильно как-то. Ну, больше, наверное, на гиперактивность списывала. Да, я в процессе посмотрела. Я ему помогла. Там где-то он говорит, колбочку подержи, там трубку подержи, стакан под этот самый. Там он в тарелке выпаривал. Уже практически готовый. Весы там делал из спичек, бумажек. И мне вот сам вот этот процесс понравился. От того, что там вот эта реакция ставится. Яблочком пахнет. То есть я попросила. Слушай, покажи, как это. Он мне даже дал записать, как это все происходит. Я думаю, что у него не было такого страха. И либо, может, понимания особого какого-то не было, что происходит. В процессе там оказалось, что его же совпотребы насиловали Ирку. После того, как приходили к нему колоться. И я начала ходить не за того, чтобы заторчать. А просто мне было страшно за нее. Я переживала. В итоге он умер. Умерла ее сестра и умерла ее мать. Сестра из окна вышла. Он просто передознулся с матерью. Не помню, что случилось. По очереди. То есть не сразу. Ну вот в процессе начали, когда они там мереть все. Я как-то поняла, что мне это не нужно. И все-таки вернулась как-то в школу. Я не знаю, какое-то чудо случилось, что ли. Что я закончила школу девятый класс. С натяжкой с большой. Оно это сделало. У меня появилась цель. Я начала учиться. Начала готовиться в ПЭД поступать. Не знаю, почему-то отпала необходимость в этом. Мама стала меньше работать. Ругаться стали меньше. Видимо, эмоциональный фон к тому времени выровнялся. И просто необходимость в веществах стала временно отходить на другой план. Да. Я единственная постоянно курила. Я вот как начала курить. Сигареты? Да, сигареты. Я ни разу не бросала до, по-моему, лет двадцати. Когда у меня там первая реабилитация-то была? Ну, до первой реабилитации, в общем, не было ни дня, чтобы я не курила. А так я начала изолироваться дома просто и стало там больше какого-то времени свободного. Люди разбежались уже там кто куда, с кем училась, да, с кем общалась. Все по разным учебным заведениям. И, собственно, у меня там другие, другой круг общения появился просто. Там был выбор жить там, работать в ларке, не знаю, за копейки сигареты продавать, да, либо все-таки учиться пойти. А учиться мне нравилось, и я поступила в ПЕД, я поступила на бюджет. И мне действительно нравилось, но там не то, что были сложности. Наверное, я плохо понимала еще, для чего мне это все, что мне это может дать. И, может, где-то я чувствовала внутреннее несоответствие, глядя на остальных, с кем училась. Потому что пока я торчала, они учились. То есть пока я торчала или пила, они ездили за границу, да. Пока я торчала, они развивались и ходили в секции. То есть я почувствовала, что я внутри не соответствую тем людям, с которыми я нахожусь рядом. И начала пить. Так вот колледж, то есть после девятого класса, сколько там, до лет пятнадцать. То есть ты... В 2004 я школу заканчиваю, получается. Да, в 2004 я девять классов закончила. В 2004-2005 год я начинаю пить, получается. То есть полной чистоты было не очень долго? Нет, нет. Было немного чистоты. Как бы я считала, что я там проветрилась, уже организм повосстановился. И ничего страшного, если я там выпить себе позволю в компании. Но уже там не до большого было. И, собственно, я в этот момент начинаю отделяться там от матери. Мне становится с ней тяжело, поскольку у меня свои запросы растут. Мне хочется там и гостей домой привезти. Мама уже не разрешает этого делать. И я начинаю пить. Я отделяюсь, потому что мне неудобно дома употреблять алкоголь. Мама за это меня как бы пилит. И уезжаю в общежитие жить. У меня комната была у мамы в общежитии. То есть она меня туда отселила. Там, естественно, я бросаю вообще учебу. Связываюсь там с местными алкоголиками. Ну, там в основном алкоголики, разведенки такие вот люди. Контингент. Люди там, не знаю, таких смутных профессий. Сидевших много было. И я вот с ними общаюсь. Они меня как бы начинают... Я с ними просто начинаю идти на дно. Забиваю на учебу. Работать мне не хотелось. Денег постоянно не было. Приходили какие-то друзья. Там доширак, может, какой-то принесут. Мне нравилось то, что вот эта вот есть свобода, да, которой мне не хватало. Что я ее получила наконец. Ну, понятия не имела, как их распоряжаться. И шла к соседям. Бухала. Шла к другим соседям. Да, там что-то поготовим, приготовим все вместе. Постираюсь там, схожу. Еще там что-то. В магазин сбегаю. Там другим соседям уже бухают с утра. Им там в магазин лень сходить. Я говорю, давай у тебя в магазин, вы мне там стопочку. Давай. И как-то вот так вот пробегусь по соседям. Ну, то есть себе там насобираю какую-нибудь еду. Насобираю себе там немножко алкоголя. И потом под вечер там друзья приезжают, тоже там что-нибудь привезут. Мама за квартиру сама платила за жилье. Но денег уже не давала, естественно. Ну, как бы, бывало такое, что просто там лук на масле от Роллтона жарила. Что вообще есть нечего было. Какие-то моменты вот такие. И, естественно, там были драки постоянные. Были драки с соседями, которым не нравились попойки. Я постоянно там полицию на меня вызывали. Я там била стульями соседей, короче. У меня четверка от стула, вот такая вот часть, лежала на шкафу. Открывалась дверь. То есть я вот так со шкафа просто могла по голове человека ударить. Из-за того, что он просто зашел. Мне уже раздражало это. Были приводы по, как сказать-то. Ну, за физический ущерб там несколько раз подавали на меня. То есть мама платила, мама откупалась периодически. Ну, вот один раз мама сильно хорошую сумму заплатила. Потому что пришлось с тяжких телесных на превышение самообороны перебивать статью. Там 300 тысяч прокурору, 75 адвокату. Ну, где-то там в районе полтора миллиона она заплатила за меня последний раз. Это было мне 24 года. Я также жила в общежитии. Ко мне приехала подруга. Мы с ней пили, сидели. И нам скучно стало. Говорит, поехали в магазин такси. Сейчас вызовем. Вызвали такси. И она разговаривала с пьяной с этим таксистом, которого мы в конечном итоге позвали в гости. Она с ним поругалась, уехала на другом такси домой. А он остался. Он уже был выпивший. И он говорит, можно я у тебя останусь, посплю и домой поеду. Я говорю, ну хрен с тобой, что делать. Он лег вот сзади меня, а я сидела на табуретке. То есть у меня стоял ноутбук и на второй стояла закуска его с водкой. Он начал приставать. То есть руку на коленку положит, то еще что. Он говорит, слушай, отвали. В общем, я ему в последний раз говорю, слушай, давай ты, короче, все допиваешь и уходишь. В общем, ты мне достал просто уже эту херню. Он, ладно, ладно, и допивает последнюю стопку, закусывает корейской морковкой и втыкает меня в шею вилку. Начинает меня бить, в общем, невменяемо абсолютно. И я психую и хватаю ножи. У меня на магнитике висели ножи. То есть за перегородкой типа кухни была такой у меня своей. в комнате. И начинаю просто на него нападать. Вместо того, чтобы как бы отбиться просто, да, я перешла в нападение. И в конечном итоге получилось так, что я ему легкое проколола селезенку и очень много ножевых ранений нанесла. И пришлось перебивать, в общем, эту статью на превышение самообороны. Он живой остался? Да, он обратился не сразу, он обратился в больницу спустя три дня, когда у него действительно там боли начались сильные. Ну, он пьяный был, видимо, настолько, что отойти не мог и не понимал, может, что у него там прокол внутренний или просто рваная рана. У него рваных ран было очень много, там около пятидесяти, что ли. Он там все руки сполосовал ему. Нет, вообще я лесбиянка, и я очень не люблю, когда ко мне мужики пристают. Особенно пьяных я уже терпеть не могла к тому моменту, и у меня была просто ненависть к мужскому полу. Ну, я хотела его правда убить. Ну, я разозлилась, и, в принципе, на тот момент я понимала, что могу это сделать, и где-то можно даже мне это нравилось. Что нравилось? Ну, издеваться над ним в такой мере, что ли. Мне нравилось чувствовать, что он слабее. Ну, он вилкой-то сам напал с вилкой на меня. А по итогу, вместо того, чтобы вырваться просто и убежать, я начала в нападение, перешла. Это было, произошло резко. То есть я вместо того, чтобы выбежать, у меня плохо открывался замок, и я просто понимала, что я не открою. Тут либо я его, либо он меня. Он на меня с вилкой идет, а я ножи снимаю в это время. Я начинаю сначала вот так махать перед ним, то есть не подходи, а потом уже нож-то я переворачиваю, просто начинаю его лупить вот так. Потом соседи как-то дверь вышибли. Ну, дверь была вот эта вот, как консервная банка такая, из легкого алюминия, что ли, из плава. Вот эта дешманская дверь самая. И замок подвыбили, то есть его тащили, он весь в крови, я вся в крови, майка рваная. Вот, полицию вызвали, собственно. Ну и нас вот в участке продержали ночь, и где-то в 4 утра я домой пришла, и у меня пожар надо мной случается сразу же, то есть надо мной горит комната, и умерла соседка и ее, по-моему, соупотребитель. Три пакета костей, а нас всю квартиру затопило, то есть и следы драки-то их смыло, всю кровь там, то, что было. И когда люди с чемоданчиками пришли, выяснилось, что у нас еще одна группа крови, то есть там было сложно понять, где чье. Вот, поэтому там были сложности, короче, вообще с самим делом. Он приходил много раз пьяный на ручную ставку, ну и я такая же приходила, я вообще как бы не считала себя виноватой, я хотела его действительно убить там до последнего. Когда я узнала, что мама от него откупилась, говорю, лучше бы я села, говорю, не хотела, чтобы он вообще хоть что-то получил. Ну, мама решила вот так это сделать, за что ей, конечно, спасибо. До последние несколько лет я в Сочи прожила, я туда уехала, вот когда начала соль употреблять, у меня был бизнес свой, я грузоперевозками занималась, и потом начала деньги отмывать через фирму. Собственно, я потом начала употреблять соль, курить начала ее. Ну, уже колоться все там, это уже и речи не шло, я не хотела вообще с этим связываться. А вот покурить было за радость. И у меня начались галлюцинации очень сильные, в общем, я закрыла бизнес и уехала жить в Сочи. Там я просто сама бросила все, и где-то полгода я вообще ничего не употребляла. Ну, так же сигареты курила, просто работу нашла, вроде бы все беды не предвещала. Вот какое-то чувство одиночества оно не оставляло, вообще не оставляло. Не было ни поддержки, как будто чужой для меня был город. И я заторчала сама снова под дна уже. Да, я в ноги зашла, начала себе сама покупать. И снова поехала. Крыши галлюцинации уже страшнее вернулись, вот эти слуховые начались. Постоянно какой-то бред несла. И я уже маме позвонила, говорю, мам, все, у меня есть дед приезжающим. И она приехала, я ее не узнала. Настолько мне уже просто было... Настолько, короче, подплавило меня сильно. И она меня на первую реабилитацию отправила. Вот я на реабилитации пробыла год. Отучилась на консультанта. Я хотела там работать, но дом расформировали, там было мало людей. И я просто пошла работать. Познакомилась потом с девушкой. Мы уехали в Анапу жить. Там ретритами занималась, экскурсии проводила разные. Вроде все шло неплохо, то есть там и деньги были. Чуть все время не хватало. По итогу у меня произошел одноразовый срыв. Я употребила соль. И поехала в Анапский дом. Хотела закрыться. Мы с девушкой тогда подумали, что ехать на месяц меня без работы составляет. То есть не справиться без меня там. И решили, что я вылезу. А потом через две недели заторчала она. И мы разошлись. Я вернулась в Сочи. В Сочи уже не было возможности там какое-то жилье снять сразу же резко. И я быстренько подыскала себе работу, где жилье предоставляется, чтобы сразу заехать вахтовым методом. И проработала последний год на ЖД в Адлере, в депо. Собственно, там контингент весь пьющий. И начала с ними просто побухивать сначала. То есть уже было понимание, что да, я где-то в срыв лечу. И я работала с психологом еще на тот момент. Раз в неделю я звонила одному психологу и второму. То есть среда с одним человеком общаюсь, вторник, воскресенье другому психологу звоню. И в какой-то момент я просто настолько устала, что перестала звонить психолога. И просто пошла бухать. Ну потом просто снова вернулась к Соли. И уже маме звоню. Говорю, мам, у меня срыв. Мне надо отдохнуть. Поехали хоть в отпуск съездим. Он говорит, может, на дом? Я говорю, блин, я не готова. Говорит, надо. И я на доме. Я очень часто задумываюсь над этим. И очень сложно вообще реально себе ответить. Одна часть меня хочет семью, да, и стабильности, стабильной работы. А вторая часть меня постоянно хочет торчать. И не хочется иногда что-то делать даже. Очень часто жить не хочется. А иногда, наоборот, слишком хочется жить. Поэтому я не знаю, какое я свое будущее вижу. Но надеюсь, что в трезвости. не надо этого делать. Оно того не стоит. Теперь я rechtします. Поехали. программис Oh my god, Продолжение следует...